Если есть множество, где было множество всего одного, как страшно пластинок, на котором действует некоторая группа G, действует, это вот что значит. Когда у вас есть элементик нашего множества, то когда вы берете любой элемент группы G, определен элемент G. Например, действует, это переворачивает пластинку, соответственно, одна раскраска переходит в другую, или поворачивает, или если даже здесь природа, значит, ничего не делает. Итак, на котором действует некоторая группа G, то количество разных типов, в математике это называется количество разных типов элементов множества G, разных типов элементов множества G, равно, и вот это самое равно, это и есть орландерсайдер. Значит, следующее. Надо поделить на количество элементов группы G сумму, взятую по всем элементам группы G. А здесь давайте я напишу это фикс от G и объясню, что такое фикс. Фикс от G. Это количество элементов, остающихся неподвижными под действие вот этого самого элемента. Я объясняю, что в данном случае вот это было для элемента int, потому что если int, то он ничего не делает, и, соответственно, любая из раскрасок под действием него невозможна. n в двенадцатый – это было сколько раскрасок остаются сами собой, когда вы переворачиваете относительно горизонтально. n в девятый – это количество раскрасок, которые остаются сами собой при осевой симметрии вертикальной или при центральной симметрии, да? То есть группа состояла из четырех элементов, и ответ вот такой – n в восемнадцатый плюс n в двенадцатый плюс n в девятый плюс n в девятый разделить на четыре. Вот это делить на четыре – это и называется вот эта вот единица, деленная на количество элементов группы G. Итак, фикс от G – это количество элементов, которые неподвижны, количество раскрасок в нашей задаче, количество элементов, которые неподвижны при нашей самой группе. Замечательно. Давайте я сейчас нарисую картинку, из которой станет, в общем, более непонятно, почему так и должно быть. Смотрите, есть у нас какая-нибудь раскраска. Из нее получилась еще одна раскраска, еще одна раскраска. Вот есть все раскраски, которые разными способами, ну, у нас, знаете, было всего четыре движения пластинки, могло бы сильно больше, вот, можно получить из одной. Есть другая раскраска, из нее тоже можно что-то получить. Есть третья раскраска. То есть вот множество всех раскрасок, вот это самое множество, разбивается на отдельные аргенты. Согласны? На разные типы раскрасок. Формула говорит о том, что если из каждой взять по одной точке, то мы получим вот количество типов. И оказывается, его только так можно посчитать. Замечательно. Но, внимание, ребята, у этой точки вообще-то есть несколько перекрашиваний, которые ее оставляют саму собой. Тогда понятно, что количество способов, количество разных, которые можно из нее получить при помощи перекладывания этой таблички, это в точности количество элементов группы G делить на вот это вот число N. Я понимаю, что сейчас это число, меня же перестало понимать. У нас есть некоторое, точнее, не некоторое, все множество наших пластинок. Представьте? Их N-18 штук. Вот здесь всего на картинке их N-18 штук. Отлично. Дальше мы говорим следующую простую вещь, что некоторые пластинки, они при переворачивании остаются, ну, цвет остаются сами собой, да? А некоторые, и из них нет, и из них нет, и из них нет, и из них нет, и получаются. Если пластинка такая совсем разноцветная, то в ее орбите столько же элементов, сколько в группы G. Если пластинка такая сильно симметричная, то она одна, и вся в один цвет покрашена, то она одна герушинка здесь, да? Замечание. Так вот, буквой N для пластинки мы обозначим количество тех преобразований, которые ее сохраняют. Тогда здесь мы элемент вровно, G делить на эту штуку. Отлично. А теперь, внимание, у нас здесь в знаменателе стоит буква G. Что вы знаете, здесь проста. Это, на самом деле, совершенно не проста. Смотрите, что мы можем сделать. Вот эта сумма, это количество решений вот такого уравнения. G от X равняется X. Обратите внимание, фикс от G, это количество таких X, для которых G от X равно X. Это согласно? Отлично. До конца осталось чуть-чуть. А что бывает, когда мы это суммируем по всем G? А замечательная вещь. Мы получаем просто множество всех решений такого уравнения. Совсем-со-со-со. И это написано вот здесь. Пока еще не делили на G. Хорошо. А теперь фиксируем в качестве элемента X вот этот элемент. Скажите, пожалуйста, тогда, если вы в качестве элемента X зафиксировали вот этот элемент, сколько таких G-шек, которые его оставляют на месте? Немного. Нет, немного, а вы знаете сколько? Н4. И будет ровно N. Для вот этого элемента, ну там, зависит, какая группа там, но не будет, мы это обозначили, чем буква N. Отлично. А теперь слушайте, интересный вопрос. А если для этого X количество таких G-шек это N? А интересно, а для этого X будет сколько? А их будет тоже N. Потому что он не сильно отличается. Ребята, у нас для каждого в этой штуке количество элементов это G-делит на N, где N это количество тех, ну какая-то симметрия. Когда вы при помощи G, что такое при помощи G? Это типа переморачивает табличку или поворачивает, меняет табличку, то количество симметрии у нее не меняется. N одно и то же для всех этих точек. И здесь N, здесь N, здесь N, здесь N. Отлично. А что бывает, когда вы число N просуммируете в таком количестве? Какой от N получается? Сколько будет, когда умножишь N на G-делить на N? G. 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 Ребята, когда вы вот эту сумму берете по всем X из этой орбиты, то получается в точности G. А когда вы делите на G, вы получаете число 1. Значит, эта орбита даст вам единицу, а следующая даст еще единицу, а следующая еще единицу, а следующая еще единицу. И в результате это и будет количество орбиты.